Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Надежда Савченко прекратила сухую голодовку. С чем связано это решение украинской лётчицы? Надежде от Петра Алексеевича. Кто автор фальшивого письма российской узнице от президента Украины? Арестованные деньги ГПУ всё же оставила без пенсии беглого экс-премьера. Чем ответил Азаров? Перетягивание портфеля. Чем подкупали главные кандидаты в премьерское кресло на форуме Dragon Capital? Надежда Савченко встретилась с Марком Фегиным в следственном изоляторе Новочеркасска. Ни мать и сестра, ни украинские врачи, ни сотрудники консульства с Надей не увиделись. Адвокат единственный, кто сегодня смог пообщаться с пленницей. О каком решении Надежда рассказал Фегин подробнее. Данил Русаков из Ростовской области. Возле следственного изолятора в Новочеркасске солидная группа поддержки. Сестра Надежды Савченко, Вера, её мама, гражданские активисты и сотрудник украинского консульства. В тюрьму их не пускают. Все новости узнают от Марка Фегина, которому удалось встретиться с заложницей. Давайте мы вам покажем, вы вот снимете письмо, которое Надя написала для всех. Значит, к ней обратился Пётр Порошенко. Своим официальным письмом мы сейчас это всё выложим. Это публичное, конечно, она просила это всё выложить, чтобы это всё прочитали. И она отказывается от сухой голодовки вот в лице его, президента Украины, с просьбой, откликаясь на просьбу всех украинцев. Но несколькими часами позже выясняется, письмо, которое Марк Фегин передал в СИЗО, якобы от президента Украины с просьбой прекратить сухую голодовку, подделка. Адвокаты происходящее называют спланированной спецоперацией для дискредитации Надежды Савченко. Тем не менее, то, что она прекратила сухую голодовку, правда, вопрос с допуском врачей до сих пор тоже не решён. Напомню, украинские врачи выехали из Киева к Наде Савченко ещё 8 марта. Их долго держали на границе, но потом всё же пустили в Россию. Однако после вчерашнего суда стало понятно к украинской пленнице, если они и попадут, то с трудом. Вчера Вера сообщила, что вместе с соратниками может выйти на пикет против произвола местного правосудия. Сегодня с утра под стенами изолятора украинцев ждали люди в форме. Девушки, приехавшие на акцию из Львова, отчитывают шаги. Но по словам сотрудников полиции, территория СИЗО – это и ближайшие окрестности тоже. Поэтому на всякий случай здесь стоять с плакатами нельзя. В одиночные пикеты под здание следственного изолятора группа поддержки Надежды Савченко сегодня решила не выходить. Зато сотрудники МВД всем принялись раздавать вот такие предупреждения. Там что-то сказано об экстремизме. Их получили даже журналисты. Из Ростовской области России Данила Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал «Интер». Вокруг появления поддельного письма якобы от президента закрутилась целая детективная история. Вот этот фейковый документ, который сейчас вы видите на своих экранах, в Твиттере сегодня обнародовал адвокат Марк Фейгин. В нем якобы Порошенко не только просил Савченко прекратить сухую голодовку, но и предлагал ей пост министра в силовом блоке. О том, что письмо поддельное, первым сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Он сейчас в Стамбуле вместе с главой государства. По его словам, Петр Порошенко передавал слова поддержки Савченко через ее сестру и маму, но писем не отправлял. Кто же отправил Фейгину поддельное письмо? Ближе к вечеру история прояснилась. Известный российский пранкер Владимир Кузнецов, он же Вован, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что этот розыгрыш его рук дело. Сегодня ночью российское посольство в Киеве пытались поджечь. Около четырех часов утра женщина и двое мужчин бросили коктейли Молотова через забор дип-представительства. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции. Правоохранителям удалось установить личности нарушителей. Их задержали, допросили и отпустили. Впрочем, дело все же открыли по статье «Умышленное повреждение имущества». И на этот ночной инцидент уже отреагировали в Москве. Россия намерена требовать от Украины компенсации и полного возмещения ущерба за нападение на здание дип-миссии. Об этом заявил в местной прессе глава российского МИДа Сергей Лавров. Что же касается вчерашних событий во Львове, когда во время акции в поддержку Савченко возле российского консульства сожгли флаг России, полиция сегодня возбудила дело. Напомню, несколько десятков молодых людей в Балаклавах пришли к российскому консульству. Сначала бросали за ворота бумажные самолетики, потом полетели яйца, а после чего кто-то бросил к дверям дымовую шашку. Между тем, нардеп Владимир Поросюк, он также был среди митингующих и вовсе сорвал российский флаг. Сначала топтал его сам, потом отдал толпе. Вот только в полиции подчеркивают, что дело открыто не в отношении конкретного лица, а по факту происшествия. Я напомню, что накануне сестра Надежды Савченко Вера обратилась к активистам с просьбой воздержаться от радикальных действий и не громить российские ДИП-учреждения, поскольку это может вызвать ответную реакцию в отношении украинских представительств в России. По мнению Веры Савченко, подобные акты отвлекают внимание от главного, от судьбы Надежды и других заложников. Свободу Савченко, правительство, парламенты, президенты, главы ДИП-ведомств и евроинститутов призывают Россию немедленно освободить украинскую летчицу. Москва настаивает, в минских соглашениях нет пункта об освобождении Надежды Савченко. В то же время в каждом заявлении мировые лидеры говорят, суд над украинкой нарушает минские обязательства. Накануне об этом заявила и глава европейской дипломатии Федерика Магирини. В частности, шестой пункт соглашений предусматривает. Обеспечение освобождения и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Судьба Надежды Савченко, новый формат в переговорах по Крыму и сотрудничество в вопросах безопасности. Сегодня завершается официальный визит Петра Порошенко в Турцию. Об итогах пребывания украинского президента в Анкаре и Стамбуле расскажет Ярослав Кричко. Украина и Турция объединят усилия для обеспечения безопасности в Черноморском регионе и деоккупации Крыма. Об этом президенты двух государств, стратегических партнеров заявили вчера поздно вечером на совместной пресс-конференции. И это, пожалуй, один из главных итогов двухдневного официального визита Петра Порошенко в Турцию. Украинский президент выступает за привлечение Анкары к переговорам по Крыму в рамках новых международных форматов, включая «Женева плюс». Кроме того, несмотря на такие насыщенные переговоры, Петр Порошенко сделал важное заявление о судьбе Надежды Савченко. Сказал о готовности воспользоваться правом обменять украинскую летчицу, но добавил, за два года из источников, которые заслуживают доверия, предложений по обмену не поступало. Главное наше завдание – врятовать надею. Я закликаю всех световых лидеров поселить тиск на Российскую Федерацию, и обеспечить освобождение Надеи Савченко. Свой официальный визит Петр Порошенко продолжу сегодня уже в Стамбуле. Президент принял участие в торжественной передаче Турции, Украине военного снаряжения на сумму более 800 тысяч долларов. Это форма, бронежилеты, походное снаряжение и мобильные госпитали. Часть этого груза в Украину из Стамбула доставит флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный». Это только начаток той эффективной współпрости, про которую договорено под час этого визита. Отличная программа предназначена по координации действий в секторе безопасности и обороны. Отличная уважа будет приделена социальным проектом для защиты кримских татар и координации наших действий по Криму. Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым. И я хочу еще раз это подчеркнуть. Турция не признает аннексию Крыма и не собирается признавать. Что касается военного сотрудничества, то сейчас постоянно проходят совместные учения ВМС Турции и Украины. Несколько дней назад они закончились в Мраморном море и на завтра уже запланированы в Черном. И сегодня Петр Порошенко также встретился с патриархом Варфоломеем Первым. Мы говорили о будущем Украине, о мир, о единопоместном Соборном церкви, которую прагнет и ждет украинский народ. И ту величезную помощь, духовную помощь, которую украинский народ отримает от патриарха Константинопольского Варфоломея. Я хочу отметить большую удовлетворенность и благодарность президенту Украины за его визит. Вы знаете, что церковь Константинополя является материнской церковью украинской нации. Духовенство и церкви молятся за мир и единство в Украине, в Европе и во всем мире. Встреча президента и патриарха продолжалась больше часа. А после нее Петр Порошенко помолился в главном православном храме Святого Георгия. Из Турции Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Тем временем, сегодня ночью в столице, якобы уже распределили портфели в новом Кабмине. Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп от радикальной партии Андрей Лазовой. По его словам, Арсений Яценюк уйдет сам. Место премьера займет Владимир Гройсман, а вместо Гройсмана спикером станет председатель фракции Народного фронта Максим Бурбак. Исполняющим обязанности генпрокурора будет Юрий Луценко. Тем не менее, все, кого в своем посте упомянуло Лазовой, информацию уже опровергли. В комментариях украинской правде политики отрицают, что собирались ночью на Банковой. Не участвовал в этой встрече президент Порошенко, поскольку он находится с визитом в Турции. В то же время Арсений Яценюк призвал президента, наконец, определиться. Либо поддержать его как премьера, либо уволить. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times. Если результаты его работы не устраивают, Порошенко должен взять на себя ответственность и сформировать новую коалицию и новый Кабмин, заявляет Яценюк. Премьер убежден, новое правительство должен сформировать нынешний парламент. Впору ли кресло премьера и у кого больше шансов занять это место? На эти неудобные вопросы журналистов сегодня пришлось отвечать возможным претендентам на этот высокий пост. Какие откровенные или не очень ответы звучали от главных претендентов, а они встретились на одной площадке в кулуарах 12-й ежегодной инвестиционной конференции Драгал Кэпитал. Давайте послушаем. Сейчас, напевно, мяч на поле самого премьер-министра. Он должен принять решение. Я считаю, что премьер-министрами и министрами должны быть профессиональные люди, которые способны сказать, что мы это сделаем и взять и сделать. Это должна быть здоровая, абсолютная амбиция будь-якой нормальной людины. И тогда мы выйдем из ситуации. Я не верю в это, категорично не верю в это, что все пропало. Нет. Я не верю в это, что в Украине неможливо сделать позитивных изменений. Вы сказали, что шансы нового правительства в главе с юриской сейчас очень увеличились. По сравнению с тем, что было полтора месяца назад. Конечно, я думаю, что общество, в принципе, поддерживает эту кандидатуру. И я думаю, мы могли бы реально иметь такой новый толчок в реформах. Я считаю, что своей открытостью я, к сожалению, сжег некоторые мосты. Поэтому мне вернуться, конечно, в правительство, но есть некие сложности, скажем так. В большей степени кризис вызван именно такими разговорами и спекуляциями. Я не вижу оснований передавать этим разговорам большое внимание. Мы имеем легитимное правительство. Цена на газ и земельные вопросы. Эти темы также обсуждали на инвестиционном форуме. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев настаивает на необходимости повышения тарифов для населения с 1 апреля. Он утверждает, что это предусмотрено договоренностями с МВФ. Тем более, по словам газовика, если остановить проведение реформы, а повышение цен он называет именно реформой, результат, достигнутый ранее, по снижению дефицита бюджета нефтегаза, будет нивелирован. Минагрополитики, в свою очередь, готовят проект по продаже 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Уже в этом году об этом заявил глава ведомства Алексей Павленко. Правда, для реализации этого проекта по продаже нужно еще принять необходимые законы. И уже ближе к вечеру у спикера Гройсмана собрались лидеры фракции, чтобы обсудить повестку дня на следующую неделю. Я напомню, с 15 марта депутаты возвращаются в сессионный зал после своего трехнедельного перерыва. Что же обсуждали на этой встрече, мы узнаем у Анны Каменевой. Она находится возле здания парламента и уже с нами на связи. Аня, здравствуй, расскажи, что тебе удалось узнать. Здравствуй, Наталья. Встреча лидера фракции со спикером парламента длилась около двух часов. Обсуждали повестку дня на следующую пленарную неделю. На этой встрече не было трех глав фракции. Вместо них были депутаты, представители этих политических сил. Поэтому о глобальных вопросах, о судьбе коалиции и правительства говорили поверхностно. Об этом уже после совещания рассказали сами парламентарии. Большисть наших коллег, здебольшего из парламентских групп, беззаперечно готовы поддерживать уряд. Причому звучала такая фраза, что мы готовы, даже не читая, проголосовать за любое решение, но чтобы все осталось так, как есть. Это не вселяет ни одного оптимизма. Сегодня все висловили свое зауважение, что коалиции практически нет. И если нет коалиции, то нет поддержки уряда по законам, которые нужны для страны. Вопрос в том, каким образом выйти из политической кризи. Наша пропозиция была собираться еще раз в понедельник вместе с президентом страны, премьер-министром, рассматривать эти принциповые вопросы. Далее делать выглядеть, что все нормально на улице Грушевского, между парламентом и нынятым ним, Кабинетом Министров, не возможно. Я не поддерживаю точку зору премьера-министра, что будто мяч на поле парламента. Реально, сам премьер-министр должен сделать ответственный шаг и дать возможность стране получить нового премьера, новый уряд. Кто в таком случае сможет заменить Яценюка на должности премьера, на встрече не говорили. Никаких имен не называли, утверждает Луценко. Прокомментировал болезник также и информацию радикала Андрея Лазового о якобы ночной встрече на Банковой, где уже и решили, кто какую должность займет. Я вчера независимо рано в 8 часов был дома и выгуливал свою собаку. Вот, что я не был у Гройсмана, он также был вчера независимо рано и провел вечер с своей семьей. Ну, очевидно, Лазовый, нет других занятий, фантазий, кто с кем проводит вечерний час. Я не собираюсь комментировать мячню. Кстати, сегодня днем появилась информация пресс-службы Луценко о том, что в эту субботу пройдет заседание фракции БПП, но есть сомнение, что на него соберутся все депутаты после трехнедельного перерыва в работе. Но вот вечером сам Луценко эту информацию опроверг и сказал, что заседания фракции в субботу не будет. Почему? Не объяснил. Что же касается повестки дня, то на следующей пленарной неделе депутаты хотят заняться реформой Верховной Рады, утвердить рекомендации Европарламента. Также во вторник или четверг планируют рассмотреть законопроект с поправками президента об электронном декларировании, а уже ближе к концу недели планируют рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Виктора Шокина. Он, напомню, написал несколько недель назад заявление по собственному желанию. Наталья. Спасибо, Аня. Анна Каменева о результатах встречи Владимира Гройсмана с главами парламентских фракций. Пока в кулуарах бизнес-форума наиболее вероятные кандидаты на кресло премьеры отвечали на вопросы журналистов, действующий собрал заседание правительства. А переформатирование Кабмина не сказал ни слова, но вынес на обсуждение другие темы. Какие, расскажет Ирина Романова. Пока во всем мире беспокоятся о судьбе Надежды Савченко, правительство решило заботиться другими украинскими пленниками в российских тюрьмах. Речь об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Геннадии Афанасьеве, Юрии Солошенко. Министр юстиции доложил, его ведомство обратилось к российскому Минюсту с просьбой передать узников на родину. Они находятся в тяжелом состоянии. Ни-то из них имеет реальную загрозу их жизни. Де-кого перемещают по колониям и родичам, и адвокаты не знают, где эти люди сейчас пребывают. Поэтому мы требуем с российской стороны выполнить вымоги конвенции и передать в Украине наших украинских граждан. Премьер предлагает МИДу помочь Минюсту, подключив западных партнеров. Отдел международных сразу к делам внутренним. Масштабный ремонт всех дорог и государственного, и местного значения обещают уже в этом году. Мы начинаем первую серию погоджения некоторых распоряжений, которые позволят нам начать использовать беспрецедентную большую сумму, которую этого года будет выделено на ремонт дороги Украины с всех уровней в бюджете. А в переднем мы ожидаем близко 20 миллиардов гривен. Работа начнется в конце марта, уверяет представитель Украфтадора. В первую очередь в Закарпатской, Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областях. Попыталась обрадовать правительство и пенсионеров. Пенсию будут поднимать дважды. 1 мая и 1 декабря. В общем, аж на 130 гривен. Деньги на это в пенсионном фонде есть. С государственного бюджета Украины предназначена дотация пенсионного фонда Украины 144 миллиарда гривен. Это означает, что пенсии в этом году будут выплачены в частный, в полном обсязе. Напоследок премьер сообщил, на счетах украинцев накопилась приличная сумма субсидий с экономленных зимой. Теперь вопрос, что с ними делать? С ответом решили повременить до следующего заседания, когда будут подводить итоги нынешнего отопительного сезона. Ирина Романова, Никита Исайко. Подробности. Телеканал Интер. Украинская гривня все же не тянет в карман беглого экс-премьера Николая Азарова. Пенсион не получает. Его деньги на пенсионном счете повторно арестованы. Такую информацию распространила генпрокуратура после того, как стало известно, что еще 4 февраля апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского суда об аресте этих денег. В ГПУ говорят, что после этого решения апелляционного суда они повторно обратились в Печерский с просьбой еще раз арестовать пенсию Азарова. И 24 февраля Печерский суд удовлетворил ходатайство ГПУ. В Минсоцполитике сообщают, что средства на пенсионный счет беглого премьера не начисляются уже как год. Незваживая на это решение суда и в дальнейшем никаких пенсионных выплат на рассчитывание пенсии, ни Азарову, ни Януковичу, ни Пшонку, ни другим чиновникам режима Януковича действовать не будет. Чтобы восстановить выплату пенсии, пан Азаров должен прийти к пенсионному фонду и написать новую заявку. Поэтому мы его запрошиваем в Украину. Он у нас перебывает международным расширом. Сам же Николай Азаров о пенсии не вспоминал, но сделал неожиданное предложение Арсению Яценюку. На своей странице в Фейсбук, которая, к слову, к вечеру уже стала недоступной, беглый экс-премьер предложил нынешнему пари. Условия следующие. Азаров с Яценюком на два года меняются местами. Яценюк покидает страну, а Азаров становится премьером. На этом посту Азаров обещает покращение, стабильность и мир уже к концу срока. Яценюк на это предложение не отреагировал, зато отозвался министр внутренних дел. Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке выразил удивление внезапной активностью Азарова. Он пишет, что совсем не против его визита в Украину и обещает предварительно согласовать и пари, и дату приезда в главном следственном управлении МВД. Бриллиантовое дело продолжается. Сегодня в Голосеевском райсуде столицы решали, начинать ли рассматривать дело прокуроров-взяточников по существу. Предстанут ли в итоге корнецы Шапакин перед судом, расскажет Ольга Теребинская. В 10 утра в Голосеевском райсуде началось заседание по делу бриллиантовых прокуроров. В прошлый раз сторона обвинения в суд не явилась, сегодня в зале присутствуют все. И буквально сразу прокуроры просят об отводе судей, мотивируя тем, что получили информацию о родственных связях одного из фигурантов дела с судьей учреждения. У нас появилась информация, которая заслугована на особую увагу, потому что тем или иным чином она вплывает на объективность, на обереженность и подчас розведок в суде. Обвиняемых трое. Прокуроры Александр Корнеец и Владимир Шапакин в их кабинетах прошлым летом при обысках изъяли около полумиллиона долларов драгоценностей и ценной бумаги. Гражданин Валерий Гибаленко в деле фигурирует как их пособник. Корнеец родственные связи с судьей отрицает. Судьей Кальдиченко, которая была не судьей, мы учились в одной группе. Таким образом можно обвинить в любом, любого из потока, 180 человек, которые учились со мной. После полуторачасового перерыва суд ходатайства обвинителей отклонил. В это время на своей странице в фейсбуке замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, который назначен старшим группы прокуроров по этому делу, призвал общественников создать наблюдательный штаб, чтобы контролировать процесс, хотя сам он на соседание так и не явился. Не успел суд продолжиться, как адвокаты также заявили о подводе, но уже прокурором. Но и этот отвод отклонили и принялись до рассмотрения обвинительного акта. По словам адвоката, в нем неточности. Требуют вернуть его на доработку в прокуратуру. После перерыва суд возвращается с решением. В Генпрокуратуре результатом заседания довольны, но просят Сакварелидзе на следующее заседание все же явиться. Нарешті розгляд цієї резонансної справи в суді розпочався. Жодний підрозділ іншої генеральної прокуратури не буде втручатися, я вам запевняю в цю справу, щоб ніхто не говорив про можливий втиск. А також ми знов таки звертаємось до пана Давида Сакварелидзе, який підписав обвинувальний акт, щоб він 21 березня все ж таки особисто прибув до суду. Максимальний срок за решеткой, который грозит прокурорам – 10 лет. І вже с 21 марта суд начнёт рассматривать дело по существу. Ольга Теребінська, Евгений Камінський, подробності, телеканал «Интер». Діти войны, вони вже почали забувати звуки бомбёжек, живуть в освобождённых от боевиков городах, але всё ещё остаються уязвимыми. Мини, неразорвавшися снаряды, этими недетскими игрушками буквально усеяны лесополосы Донбасса. Ірина Баглай о том, як защитити дітей от беды. Цім осколком полтора року воспитателі Лиманського детсада хранять їх як напомінання о війне. У нас побили окна, була повреждена крыша. Но этот день, конечно, вспоминать страшно, коли ми сиділи в подвалах. Волонтёры швейцарського фонда учат дітей, як уберечься від опасності. Для маленьких у нас є сказочні герої, кукольні театри, для начальні школи у нас також є сказка, подвижні игры. Що касається вже средній школи і старшої школи, то ми вже проводимо більше як інтерактив, презентации. Благодаря цій програмі удалось зберіжь не одну життя. В цьому садіки діти знають, що таке обстріл, і заучили, як стихотворення, що робити. А що таке бомба? Це такі круглі мини, не треба трогати. А це діти Надежды. Чотиреприємні сістрічки тільки вчера слышали, як по селу Зайцево стреляють. У нас мама може спати, коли бахкається. А потім ми отходимо від окна за стенку, тому що не можна віддати, коли бахкається. Іх любима игра – зоопарк. В хозяйстві багато животних, а девочки растут помощницами Надежды. Всегда под її присмотром. У нас буде ще козліки, коли вони рожаються. Ірра. Ірра тоже в області ребёнок, але Наня не говорить і пока непонятно, почему. Ірра молчит, а шестилетній Наді врачі не оставили никакой надежды. У неё церебральний параліч і аномалия мозга. За год, несмотря на войну, приюмні родители поставили її на ноги і научили говорити. Тут на полі падали снаряди, було, конечно, зграду вбилися. Ми все время говорили, що це гроза. Перед дождем – гроза. В школу девочки не ходять. Она на оккупированной території села і закрыта. Там боевики. Учатся писати вдома. А мама Надя мечтає, щоб війна поскорей закончилась, і її діти забыли, як выглядять мини і звучат разрыви снарядів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Николай Терещенко, з Донецької області. Подробності – телеканал «Интер». Огнестрельное право в Черкассах. Средь бела дня судья вздумал решать конфликт с помощью оружия. Об уличних разборках человека в Мантии подробній Станислав Кухарчук. День, коли неизвестный, едва не застрелив його в упор, Алексей не забудет никогда. А все из-за того, що мужчине не понравилось, як був припаркован автомобіль парня. Все произошло около 4-х часов дня, во дворе, на глазах у жены і соседей. В общем, мат за матом. На що я вийшов з машини, жінка моя вже тут стояла. Я кажу, перестаньте мені грубити, що ви собі дозволяєте. На що він пішов в машину, достав пистолет з кабури. Со слов парня, мужчина нескільки раз нажимал на курок, но в спешці забыл снять пистолет з предохранителя. С ценной попытки все же выстрелив, але Алексей успел відбити його руку. Він намагається на мене його направити, а я у себе. І в цей час звучить выстрел. Ось ми бачимо пробита об'ява, дошка і відбитий кирпич. Алексей с женою крылись в другому конце двора. Вызвали полицейских. Владимир был свидетелем конфликта от начала і до конца. Говорит, стрелявший ввел себя агрессивно. І даже пытался погнаться за парой. Увидел, що не може їх догнать. Вернувся обратно сюда, к машине свою. У нього така Мазда, последній модели. Сел в машину і уехав. Коли приїхала полиція, мужчина знову повернувся до двор. Але, увидев правоохранителей, скрылся. Вот цей чоловік і устроив стрельбу на вулиці. На встрічі з нами він прийшов пішком і без пистолета. Ні, при собі мене його немає. Владимир Паліний – суддя обласного апелляційного суда. Признаєт, конфлікт був і оружію він применял. Але ісключительно в целях самооборони. Стрелял в воздух. Вийшов з автомобіля і намагався спровокувати бійку. В зв'язку з чим я збушений був дістати пистолет. О том, що на місці проїжствія столкнувся з поліцейськими – ні слова. Це видео з регістратора дежурного патруля. Поліція даже пыталась догнать автомобіль судді, але не вийшов. Переслідуємо особу, яка зброєна. На якому автомобілю? Автомобіль Мазда 6-й моделі 2009 років. Олександр був у екіпажу цього патруля, який преслідував Мазду. У нас, скажімо так, візуальний контакт відбувається з цією людиною. І виходить, він давить, скажімо так, швидко їде. Ми в цей час запригуємо свій автомобіль, включаємо пробліскові маячки і сарену. Зараз судді продолжає працювати, а в поліцію відкріли уголовне производство. Пока по факту хулиганство. Від пистолет був травматичний, да і пострадавших-то нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал «Интер» Черкаси. Стреляли сегодня вечером и в Одесі. Там неизвестные открыли огонь по автомобилю інкассаторов, принадлежащему одному из банков. Нападение произошло в полседьмого вечера недалеко от рынка «Привоз» на перекрестке улиц Преображенская и Пантелеймоновская. Погибли два человека. Их личности сейчас уточняются. Место происшествия на данную минуту оцеплено, и там работает полиция і експерты. І нове сообщення від Надежды Савченко. О чём просит украинская лётчица тех, кто пришёл её поддержать? Об этом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как вывести Украину из кризиса, будут обсуждать предприниматели на всеукраинском форуме в Киеве. 18 марта в НСК «Олимпийский» соберутся несколько сотен представителей бизнес-объединений и экспертов со всей Украины. Они подготовят предложение по выведению Украины из кризиса. Ведь за последние два года цены в стране выросли почти на 70%. Производство товаров сократилось на 30%. Экспорт снизился в два раза, а гривня упала в цене до рекордного минимума. Организаторы форума надеются, что предложения украинских промышленников, экспертов и аналитиков включат в программу деятельности нового правительства. Как я уже сказал, что... В основе рекомендации по проведению безотлагательных реформ может быть положен план модернизации Украины, который разработала Федерация работодателей Украины при участии экспертов и ученых из Украины, Польши, Германии, Франции и Великобритании. Процесс разработки программы год назад анонсировал глава Федерации Дмитрий Фиртыш. Подготовленный план реформ на 10 лет был представлен в декабре минувшего года в Киеве. Если эти предложения работодатели будут реализованы, то за 10 лет экономика Украины, возможно, вырастет на 50%, средняя зарплата до 500 долларов, финансирование медицины будет увеличено в три раза, а средняя продолжительность жизни украинцев, возможно, возрастет на три года, до 75 лет. А с чего начинать? Конечно, нужно начинать с простых вещей, которые понимали каждый человек. Ну, например, библейское, не красить, не маніпулировать людьми, координовать свои действия с гражданским сообществом и с бизнес-объединениями. Ключевое – это то, чтобы действительно была единственная программа для Краины. Программа для бизнеса, для уряда, для Верховной Ради. Ситуация настолько критична, что у цього уряду, у наступного уряду, у будь-якого уряду немає іншого варианту. Больше суток несколько пунктов пропуска на украинско-словацкой, украинско-румынской границы были заблокированы. Собственники нерастаможенных машин протестовали против нового порядка регистрации автомобилей. Как развивались события сегодня, расскажет Марина Коваль. Утро четверга. Украинско-словацкая граница по-прежнему на замке. Пункты пропуска блокируют собственники машин с иностранной регистрацией. Среди закарпатцев популярно покупать автомобили за границей, там они намного дешевле. И не растамаживать машины, чтобы не тратить лишние деньги. За три тысячи долларов за кордоном. Тут воно 10 тысяч долларов. Через размытнение. Мерседес. Мы не за добро и долю ездим на таких машинах, а через то, что не можем себе позволить нормальные. А на «Жигулях», которые поддерживает наша влада. Никто ездить не хочет самостоятельно. Протестуют закарпатцы потому, что таможенники с 1 марта перестали принимать справки о том, что автомобиль был на ремонте или водитель болел. А именно эти документы позволяли продлить срок пребывания в Украине не растаможенной машины. Иначе, если через пять дней автомобиль не покидает территорию нашего государства, на водителя могут наложить штраф до 8 тысяч гривен. И хотя еще вчера таможенники убеждали, что справки принимают, активисты не разблокировали границу. Требовали встречи с высокопоставленными чиновниками. Пришли не те люди, которые берут на себя ответственность за все документы. Пупки не пришли. Сегодня встречу запланировали на 10 утра. Губернатор ждет, активисты опаздывают. Словакии прислали ноту протеста, мол, граждане не могут попасть домой. Геннадий Маскаль говорит, собственники машин с иностранной регистрации платят налоги иностранному государству, а просят защищать их интересы украинские власти. На 10 было договорено, або они идут на встречу, або блокируют, хай разбираются. Уже мне цели папки словацкая сторона понаписывали. Как они словацкими номерами не заезжают на словацкую территорию, где платят экологические сборы, тихий огляд и прочее. Но мы себе делаем проблему на равном месте. Хлопцы, ну так как было, заходьте, чем вы не хотите. На встречу журналистов не пускают. За закрытыми дверями начальник областной таможни, начальник Чопского пограничного отряда, губернатор и активисты. Полтора часа, и вот результаты встречи. Сможно сделать рабочую группу и будем свои пропозиции к законодательному органу Украины с этого вопроса о транзите, транспортном использовании и юридическом, и какого-то, какого можно. Довидцы берут внимание. До нас прислушались, пошли на компромисс. Полокование закончилось. Ровно в полдень машины с иностранными номерами, на которых ездят закарпатцы, стали разъезжаться. Пункт пропуска Ужгород заработал. Разблокировали и два других пункта пропуска. В Малом Березном, на украинско-словацкой границе и в Салотвине, на границе с Румынией. Здесь вчера вечером тоже начались акции протеста. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Продолжение истории о смертельной погоне в ночь на 7 февраля в Киеве. Я напомню, тогда полицейский застрелил одного из пассажиров, преследуемый БМВ. Сегодня водитель этого автомобиля, Ростислав Храпачевский, выступил в апелляционном суде в свою защиту. Что он сказал и что решили судьи, расскажет Татьяна Овеникова. Очередное судебное заседание по скандальному делу водителя БМВ Ростислава Храпачевского. Сегодня в апелляционном суде решали, посадить ли его под домашний арест на время следствия. Этого требовал прокурор, не согласный с предыдущим решением Голосеевского суда отпустить подозреваемого. В прокуратуре уверены, есть риск, что Храпачевский начнет давить на свидетелей или вообще сбежит из страны. Адвокаты Храпачевского с такими обвинениями не согласны. Судебное разбирательство свелось к тому, что судьи требовали от адвокатов доказать, что их подзащитный социально не опасен и благонадежен. Адвокаты утверждают, Храпачевский всю жизнь живет с матерью, не пьет и не употребляет наркотики. Они также предоставили суду справку о том, что Храпачевский нашел работу в частной мебельной фирме. До этого в его трудовой книжке всего одна запись. Работал водителем меньше года. Однако судей вынесли вот такое решение. Под домашним арестом Храпачевскому сидеть до 30 апреля. Пока что без электронного браслета. Сам подозреваемый, говорит журналистами, отказался. В зоне АТО на Мариупольском направлении боевики вновь обстреляли позиции наших военных из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Одна из главных точек напряжения поселок Гранитное под Волновахой. Там сегодня работала наша съемочная группа. Все подробности расскажет Александр Пантелеймонов. Гранитное, одна из самых горячих точек на карте АТО. Сюда били из всех возможных видов вооружения. Множество зданий разрушено, как вот, например, эта заброшенная ферма. И стрелять продолжают до сих пор. Близко 20-й годы вечера с крупнокалиберных пулеметов проводились обстрелы из парка Ленина. От наших позиций до противника несколько сотен метров. Последние дни боевики подходят еще ближе. Военные показывают, куда. Есть ложбина на данной площади. Они окапаются, делают себе позиции. Звучит выходит до этой разбитой фермы. Сейчас на этом участке противник использует своеобразную тактику ползучей агрессии. Вот там вот, за домами, возле посадки, выдвигаются по нескольку боевиков и копают новые траншеи. Работать лопатами боевики не стесняются даже днем на глазах у военных. Ведь без разрешения высшего руководства наши бойцы огонь не открывают. Враг об этом знает и не боится. Очень открыта позиция получается. Просто как линию делают, будто бы обороны. И все. И наблюдать туда? Да, да. Это больше для наблюдения, да, для спостережения. Но наблюдение это днем. Ночью начинаются обстрелы. Бьют боевики не по какой-то конкретной цели, а просто для поддержания напряженности. Ведь война идет на истощение, говорят бойцы. В том числе и психологическое. Александр Пантелеймонов, Максим Щеблин и Антон Шиженко. Подробности. Телеканал Интер. Пикетное противостояние в Ривне. Там строят где попало и как попало. А чиновники только руками разводят кивая на документы, которые сами же и выдают. Протесты жителей результата не приносят. Зато теперь пикетным методом вооружились сами застройщики. Чего требуют они? Узнавала Инна Белецкая. На небольшом пятачке возле здания, где проходят сессии гурсовета, не пройти, не протолкнуться. С одной стороны строители. Их привели застройщики. Требуют прекратить, мешать им вести работы. С другой противники застройки. Встречают мэра нерадостно. Речь идет вот об этой стройке. Тихая улочка в центре, рядом озеро. И одно из немногих уцелевших зданий. Бывшая гимназия. Сейчас его занимает краеведческий музей. Стройка в нескольких метрах. Это памятка архитектуры начала 19-го столетия. Она стоит на деревянных стопах. Если сейчас начинает производить 12-повый дом, она просто рухнет. У нас есть комплекс документов, которые позволяют проводить строительство. У нас есть поведение Министерства культуры. Для музеев никаких загрозов нет. Сегодня на сессии начальник управления культуры требует, чтобы депутаты наложили мораторий на строительство. Но мэр сам принимает решение. Мол, работает комиссия. Ждем ее выводы. Для чего вы все устраиваете? Одни и другие. Когда комиссия через 5 дней даст результаты, вы там даже с лопатой не копаете. Потому что если вы копаете лопатой, я собираю позачерговую сессию. Таких застроев в городе десятки. Вот еще одна тоже центры. Рядом два рынка, отделение банков и организации. Улицы забиты машинами. То и дело возникают пробки. Но это не останавливает застройщиков. Начали возводить 12-этажную высотку. Управление архитектуры вроде бы и понимают. Появление дома на 160 квартир может и вовсе парализовать движение. Но документацию все же выдали. Есть пункт, который в основных условиях. Мы обязательно прописываем, что парк и места должны быть обеспечены соответствующие государственные нормы. Даем условия, что можно строить. А что уже в процессе этого происходит, мы ничего не контролируем. А вот еще вариант. Если получить документы на строительство, например, в рекреационной зоне нереально, можно пойти другим путем. Обратиться в суд. И тогда уже в описном уголке города вместо парка появляются краны. Управление архитектуры особо возмущаться не стали. Было решение суду выдать условия и конкретно под что. Мы с машиной были выдавать. Мы не смогли. А вы не оскаржили? Не пробовали оскаржить? Я не помню. Так или иначе, ни застройщики, вложившие немалые деньги в землю и проекты, ни жители, возмущенные беспределом, останавливаться не собираются. У последних уже есть опыт борьбы. Полтора года назад возле мемориала славы люди дружно разбирали заборы, блокировали технику и даже жгли стройматериалы. Возведение высотки тогда остановили. Сейчас же местные жители пока надеются на депутатов. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривне. В Одессе при загадочных обстоятельствах исчез известный киевский адвокат Юрий Гробовский. Друзья опасаются за жизнь юриста, который участвует в резонансных судебных процессах. Все подробности выясняли наши корреспонденты. Киевский адвокат Юрий Гробовский известен по делу сотрудников российского ГРУ, которых взяли в плен на Донбассе. Гробовский представляет интересы задержанного Александра Александрова. Коллеги рассказывают, 5 марта адвокат отправился на семинар в Одессу, остановился в гостинице. Однако прошло время, но вещи свои из отеля адвокат так и не забрал, перестал выходить на связь, исчез. Поступило заявление от гражданки администратора санатория Аркадии, которая пояснила, что он на протяжении недели снимал номер, и с ее слов она его не видела с 5.03.2016 года. И вот только вчера вечером на странице Гробовского в фейсбуке появилась загадочная запись с геолокацией местности Шарм-эль-Шейх. Простите, что подвел, пришлось уехать из Украины не по своей воле, но я в безопасности. Друзья адвоката говорят, стиль написания не свойственен Гробовскому, да и вообще это абсолютно не в его характере вот так пропадать. Собираться в Шарм-эль-Шейх без личных вещей, оставив их в гостинице, оно как-то достаточно странно. Это с одной стороны. С другой стороны, у него на этой неделе судебное заседание. То есть он бы точно не поехал бы в Шарм-эль-Шейх, хотя бы не уведомив суд о том, что его какой-то период времени не будет. Коллеги считают, исчезновение Юрия Гробовского связано с его профессиональной деятельностью, в частности с делом российских офицеров. Других вариантов здесь быть не может. Может, он в последнее время участвует только в одном резонансном политическом деле, в котором участвую я. Это в отношении Ерофеева и Александрова. Ему постоянно присылали и на электронную почту угрозы, и на фейсбук были угрозы. Но кто именно это был? Полиция 43-летнего адвоката уже объявила в розыск. Его ориентировки размещены на сайте МВД. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». Такая квалификация присваивается автоматически, когда речь идет об исчезновении человека. Андрей Анастасов, Елена Зорина, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. 10,5 миллиардов долларов выплатит Иран в качестве компенсации семьям погибших во время терактов 11 сентября 2001 года. Окружной суд Нью-Йорка постановил. Власти Ирана помогали террористам Аль-Каиды, организовавшим это нападение. С получением этих денег могут возникнуть проблемы. Но американцы могут добиться решения снять необходимую сумму с замороженных активов террористов, говорят финансисты. Напомню, накануне Барак Обама еще на год продлил санкции против Ирана. Начало конца исламского государства в ИГИЛ произошла масштабная утечка секретной информации. 22 тысячи документов с личными данными боевиков уже попали в нужные руки. Сейчас над ними работают спецслужбы сразу нескольких стран. О каких бумагах идет речь, расскажет наш британский САПКОР Светлана Чернецкая. О такой находке спецслужбы и мечтать не могли. Им на блюдечке принесли тонны важнейших секретных документов террористической организации ИГИЛ. Это самая массовая утечка информации о группировке за всю историю ее существования. Почти одновременно документы попали в руки немецким спецслужбам, британскому телеканалу Sky News и сирийскому новостному агентству. Это не просто перечень бойцов ИГИЛ, а их персональные анкеты. Всего 22 тысячи документов. А это значит, что рассекречены личности, если не половины, то третьей части экстремистов, воюющих под флагом ИГИЛ. Такие опросники заполнял каждый, кто собирался вступить в ряды террористов. По 23 вопроса в каждом. Начиная от настоящего имени и домашнего адреса до контактов членов семьи и группы крови. Новобранцы указывали, кто их отправил воевать, по какому маршруту добирались, есть ли опыт ведения джихада. А также обозначали, что именно готовы делать в структуре ИГИЛ. Стать боевиком или террористом-смертником. Этот невероятный массив информации на маленькой флешке украл бывший член группировки. Он разочаровался в идеологии ИГИЛ, уверяет, террористы воюют вместе с армией Асада против умеренной сирийской оппозиции. Действительно ли эта информация настолько важна, что может разрушить ИГИЛ? С божьей волей, конечно, сможет, если мы передадим ее тем, кто ею воспользуется. Согласно этим документам, в рядах ИГИЛ воюют граждане 51 государства. Большинство из стран Среднего Востока и Северной Африки. Среди европейцев по количеству экстремистов лидирует Франция. Затем следует Германия и Великобритания. По несколько человек из США и Канады. Подлинность документов еще предстоит подтвердить. Но уже выявлено много совпадений. К примеру, сопоставив контакты и предыдущие места работы, журналисты идентифицировали 26-летнего жителя Лондона Абделя Бари. Он примкнул к террористам в 2013-м. На родине больше известен как рэпер. Но самое главное, документы раскрывают личности боевиков, ранее неизвестных здешней разведки. Если прежде террористы могли возвращаться на родину незаметно для спецслужб, вербовать новичков и устраивать теракты, то теперь, зная личность каждого, это станет невозможно. Полученные документы специалисты уже называют золотой жилой и началом конца террористической организации ИГИЛ. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Самый красивый преступник США и роботы, лишающие людей работы. Об этом и не только в нашем обзоре. Самый красивый преступник США на свободе Джереми Микса отпустили досрочно за хорошее поведение. За решетку он попал за незаконное хранение оружия два года назад. Тогда его фото в соцсети собрало десятки тысяч лайков. Женщины со всей Америки называли Микса неотразимым. Он женат, воспитывает троих детей. Теперь собирается податься в модели и стать актером. Тем более, предложений от агентов предостаточно. Магелланов пингвин каждый год преодолевает 8 тысяч километров, чтобы встретиться со своим спасителем. В 2011-м бразилец Джоан Перейра да Соуза нашел птицу, умирающей в разливе нефти. Выходил и отпустил. И вот уже 5 лет пингвин приплывает в Бразилию от побережья Чили и Аргентины и гостюет у Досоузы. Зоологи предполагают, птица считает человека своим сородичем. Француженка спрятала ребенка в ручной кладе и перевезла в самолете из Стамбула в Париж. В Турции женщину не пропустили на борт с удочеренной девочкой. Тогда мамаша спрятала малышку в сумку и поставила ее в салоне у ног. Только когда девочка захотела в туалет и начала выбираться из багажа, ее заметили другие пассажиры. В аэропорту Шарль де Голь горе маму передали полиции. Полиция штата Иллинойс задержала женщину, которая перевозила на капоте своей машины пятиметровое дерево. Как растение оказалось там, 54-летняя Мэриан Кристи объяснить не смогла. Была очень пьяна. Судить ее будут в апреле. Школой для женщин назвала гаремы супруга Раджаба Эрдогана Эмине. Первая леди Турции убеждена, в гаремах женщины готовились к жизни, получали образование и учились избегать соблазнов. Высказывания Эмине вызвали гнев турецких женщин, пользовательниц соцсетей. Они сомневаются, что в гаремах учились, ведь книги там были запрещены. Крупная сеть гостиниц приняла на работу робота. Машина выполняет функции консьержа. Конни, так зовут гуманоида, общается с постояльцами и знакомит путешественников с достопримечательностями штата Вирджиния. Благодаря искусственному интеллекту Конни понимает, о чем спрашивают и отвечает на вопросы, пока робот работает в тестовом режиме. И новость последнего часа. Надежда Савченко передала еще одну записку, в которой благодарит всех за поддержку и просит тех, кто стоит сейчас под стенами тюрьмы, разъехаться по домам. В частности, пленница пишет, что это не тот бой, на который стоит тратить столько усилий и просит людей поберечь силы, поскольку они еще пригодятся, цитирую, в решающей битве. Это было последнее сообщение нашего выпуска. Я напомню, что подробности в Юэй, наш сайт и информация там обновляются постоянно. А больше вам хороших новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова